доброго всем времени суток с вами texer мы стоим на лесной блин на лесной на морской платформе нас пытается сдуть отсюда ветер так это не то это крылышки это ветер ветер дует чуть вперед хорошо и так вообще по заданию по основному нам нужно геосканер куда-то отвести это прекрасно но мы взяли контрабанного морского гребешка петушка смотрите мы можем сюда привести за 24000 взяли вообще за какие-то смешные а либо мы можем форцануть его вот тут в карьере здесь пассажиры но 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 тут по 43 два раза дороже решено летим сюда 120 километров мы долетим проблема в том что мы можем там не заправиться вот это конечно проблема но ладно чего 38 километров у серьезно или это какой-то промежуточный не 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 пойдет надо поснимать нафиг так вот 119 немножко сократили на 119 а я думаю что 119 километров мы пролетим и так на взлет разворачиваемся нам туда все сканеры пока идут лесом смотрите море прям гладко идеально красотища есть мысль что вот как раз вот этими гребешками петушками мы сейчас и займемся так это я выпустил крылья на ворот тянул ну-ка вот так по моему втянул почему-то у меня дым откуда-то идет с под шасси видимо да да погнали все прекрасно мы летим сейчас я только вот разберусь спать с падением всего этого счастья то что то вверх то вниз вообще что-то игрушка ты это 8 так поворачиваем нам на материк так это закрылки выпущены все время путь в какую сторону не выпущены ну все вот так вот как-то у нас мы идем убираем обороты топлива надо экономить мы махнули уже тысячу а мы дым видим и шасси судя по расположению откуда дым идет это шасси так у нас воздушная скорость 250 нормой так игра по моему пытается играть музыку хорошо мы идем над моих что же так странно поворачивать что двигатель поворачивать отвык 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 давайте поднимемся над этими облаками но где-то там уже опасно идет высота на который у нас наш волшебный как он называется gps отказывает мы идем тут на высоте все хорошо на gps это может отказать если мы очень высоко заберемся там вулкан впереди вулкан надо облетать вулканом и в вулканах мы загораем об опасность 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 а вот ниже так как чё за пик коммунизма такой черт там вулканы там вулканы мы теперь вниз летим самолет ровнее можешь лететь или у тебя скорость просто маленькая чуть прибавим может хотя 5 и 6 расходуем сильно мне это не нравится что мы так расходуем сильно так вулкана тут в больших количествах ладно продолжаем коптить на самом деле если знать где расположены города мы бы конечно приземлились заправились но на карту так сейчас не выйдешь они находятся города я даже не знаю ладно продолжаем наш полет а мы пролетели 40 40 мы пролетели на внутри на 3 ты 2 тысячах но этому еще со взлетом конечно опасность нафиг нафиг опасности вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз так 65 снижение это перебор вулкан иди лесом лесом вулкан я успел теперь вулкан там впереди еще один мы идем опять ли влево 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 на не просто тут летать пол пути пролетели нормально по топливу нормально главное чтобы там на месте топлива оказалось но с другой стороны с такой прибыли на след на счету посмотрите нас 18 баксов на счету с такой прибыли мы все можем робота заказать на самом деле чтобы нас заправил вот реально это если мы получим эту прибыль если мы не шмякнемся не разобьемся так 58 до карьера я лечу на самом деле тут дофига всякого подо мной просто она не отображается просто так возможно где-то можно обновить сканер и поставить себе более продвинутый пока не знаю мне не попадалось давайте поэкономить топлива сделаем поменьше обороты в режиме самолета мы живем все-таки меньше так не надо вверх забирать не надо мы должны на высоте на одну эти 46 осталось и 3000 меньше половины полетели больше половины там что-то спереди справа вроде дымит но нормально идем влево все-таки надо идти ровно на то место куда мы хотим попасть мы идем с небольшим набором скорости скорость воздушная 300 а такая 285 у нас встречный ветер похоже на так стреловинность а дамы мы против ветра летим поэтому немножко мы невыгодно идем она я надеюсь нам хватит хотя 2000 болен блин 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 30 километров до карьера ну на грани дальности об сказал низкий уровень заряда я знаю 28 километров четвертушечка более тут четвертушечка осталось мы идем уже со снижением наверно надо уже до 24 километра пора снижаться убираем обороты тут главное не переборщить 22 мы прям вот пикируем по сути да но не пикируем но так идем с сильным снижением не от темнеть не надо темнеть и так боязно что мы не долетим 2000 2000 вообще ни о чем надо заправка лететь я не подумал я надеюсь что нам хватит нам не хватит мы мы шли против ветра нам не хватит топлива похоже 2000 мы не затормозим по моему так уберу еще обороты немножко мы продолжаем снижаться где-то там уже этот карьер 12 километров мы уже близко но 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 у нас мало топлива заряд он не заряд не знаю я это топливом зову 9 километров до карьера снижаемся снижаемся нафиг я еще опасаюсь что тут есть наши горячо любимые как гейзеры так не врезаться не врезаться блин 5 километров до карьера полторы тысячи заряда 4 я должен уже видеть карьер чертов 3 волон карьер на 1300 интерес мы сядем нет так снижаем снижаемся снижаемся так тысяча так минус 3 это нормально это нормально мне хоть как бы плюхнуться сейчас вот это была посадка просто с одного касания красота так во первых я бы честно говоря подчинился что 82 процента мне как-то совсем не нравится погрузная платформа надеюсь что я сел куда надо внимательно двигается циклон спасибо так зона торговли черт я надеюсь что там где надо сижу я отсюда во время циклона никуда не полечу не мечтайте блин смотрите корабль надо посадить вот на эту штуку ровно а зона торговли у него справа офигеть я бы еще шесть циклонов чтобы не сдуло никуда но к сожалению тут нет метеорологической карты не могу понять куда он идет то может быть я успел бы до циклона куда-то вылететь и куда-то долететь но я чувствую не успею он наверно закрывает весь материк поэтому как нам пережидать давайте отлично консервированный морской петушок разгрузка где мои деньги 43 тысячи да все прекрасно вести чего-то я не буду я заправлюсь только шланг слева едет мы зарядились так прекрасно можете успею улететь вообще-вообще так я на карьере нахожусь на этом мне надо черт возьми куда мне надо где-то лежит мой гео контейнер где он лежит тайна покрытая мраком допустим допустим шахт hard mining либо с буровая шахта буровая каргалайнер далековато все это южная грида это что у нас ну как это хренатень южная грида мне не нравится вот вот сюда я пожалуй буровая ливер морей какой-то вот так геологический сканер 48 километров куда туда назад но я бы починился ну что давайте поверим что мы успеем наша машина пустая только с топливом геологический сканер 5 вот там вот он у нас 48 километрах а буровая в 60 ну что ж давайте попробуем сканер добыть так там что-то с ветром нехорошие случается сейчас мы перейдем на режим самолета у нас уже соточка погнали есть теперь главное чтобы наш нас вот этот тот ураган не зацепил я полечу не высоко блин а нет померещилась я думал это вулкан но я надеюсь что мы летим не в ураган я сильно набирать скорость не буду вот он слева мне кажется идет слева блока пруту там поверху нам главное у елки локатор вышел из строя круто надо опуститься ниже потолка и опасности будет там все хорошо я слишком вверх забрал ух вот нас колбасит то да вот это у меня падение пошло вверх все началось началось опять потолок да я понял блокатор вышел из строя там опасность елки-палки так вот геосканер у нас стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп раскачку убираем убираем раскачку уходим от опасности все 27 километров нормально я вот правда не могу понять где он находится он на земле валяется ли где или как или от место куда надо отвести а где лежит сканер мы не знаем потому что мы разбились тоже вариант 22 но сюда мы легко долетим это не сто с чем-то километров главное что мы поправили наши деньги у нас 42 тысячи теперь форцовли гребешками это местный бизнес и хороший я так понимаю а еще речу с выпущенными закрылками кого-то хрена ну ладно убрал но это видимо поздно вообще очень хочется проградить корабль дальше так опять непонятно почему микрофон у меня так так усиливает ну ладно так 12 километров 11 продолжаем снижение блин сейчас будет ночь вот этот вулкан не вулкан непонятно база 55 километров влево мне тут не нравится так закрылки я вообще убрал уже обороты сейчас снижаться 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 говорю 3 километра что там такое вот находится мне интересно вниз вниз черт возьми так это посадочная штука так летим к ней я надеюсь заправка тут будет это какая-то буровая что ли не пойму где у него посадка чтобы геосканер цапнуть ну ладно у нас 4000 но как-нибудь приземлимся посадочная зона у меня такое ощущение что ураган начнется и не сюда не что она высокая она высокая очень вперед вот он геосканер есть приземляемся слушать а буря по моему осталось от на юге да мы как-то мимо прошли так тут главное еще заправиться это очень важно без заправки мы ничего не стоим алина андерсона я брать не буду он идет лесом так ночью сел я удачно что у нас дальше дальше мы сейчас заправляемся традиционно так желтенький был был желтенький я говорю стоять отлично заправочка образцы подводный флор я не буду его брать пошли нужно вести геосканер геосканер там по моему какое-то хорошее очень количество денег дают в итоге поэтому его надо вести чтобы вести геосканер надо к нему подъехать так буровая ливер море но мы в любой момент можем сгонять с гребешком поправиться и финансы смотрите вода как зеркало вообще никакого урагана я думаю просто от него убежали так ладно едем назад я буду опять вспоминать какими кнопками мы это делал загружаем к себе так андерсон ты дятел так уберите андерсон кто-нибудь да уйди ты андерсон блин это козел сел к нам а почему я не могу закрыть а вот теперь могу в карьер андерсон ты будешь жить у меня доставь сканер сюда в пяти километрах отсюда ну что ж так что у нас на двадцать одна минута а давайте доставим взлет пять километров ой погнали в карьер сейчас эти андерсон погоню в карьер слушайте это за пределами наших возможностей так ждем но мы можем взлететь но с трудом черт как того козла выкинуть а мы должны четыре минуты отвести его в карьер в котором мы только что были я не собираюсь его подвести у меня другие вообще планы на сегодня так но обычная наша проблема циклон миновал отлично взлетаемая но взлетаем блин черт возьми это и это движки продвинутые так тысячу можно размотали я просто боюсь мы сейчас если долетим до воды мы просядем потому что тут мы чисто на воздушной подушке держимся интересно вот этот пассажир нам веса добавил на борту козел вообще вот так бы чем ненужное конечно бы снять с машины тут нет взлетной полосы для того чтобы подняться в режиме самолета ладно продолжаем возможно мы до 6000 сольем топлива и сможем летать милал чтобы не опускались вниз чтобы висели тогда будет все хорошо так давай туда вперед чуть потому что иначе мы сейчас с площадки просто кувыркнемся и все чебурахнемся все будет печально даже полные двигатели полный газ нам пока не дают где-то мне кажется на 5000 мы сможем по хрену туда и сдувает нас давай 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 поднимается но медленно у меня такое ощущение что можем не увести это все тот жирный доктор там сел чисто из-за этого это чувствую ну давай мы мы почти уже почти поднялась 5.8 блин мы на пол баки долезем наверно туда да но он уже так неплохо подпрыгивает а чё висим и не падаем так бывает а хрена только я даю вперед он начинает падать и падает ночь короче он до моря будет падать давайте еще чуть-чуть пока развернемся мы же можем развернуться не падай никуда вон она сканер куда поставить вот там за водой он живет мы даже можем полететь туда да ну пошли 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 мы идем вниз минус 2 минус 3 минус 4 черт возьми минус 5 сейчас мягнемся минус 8 ба бах но при этом ха мы можем можем опять красная опять красная мы такую землю можем нормально летать 3 можем но уже почти уже вот мне просто боязно лететь над водой 1 0 1 0 туда сюда туда сюда минус 1 0 давай лети бренд полный газ 1 идем идем 11 зеленая смотрите все хорошо погнали пол бака есть мы поднимаемся на единичку нормально но теперь скорость мы продолжаем идти на полный у нас 3000 но обратно мы махнем за небольшие деньги так у нас минус 1 даже не хочешь сказать что мы на минус 1 сейчас это воду будут их немся елки полный газ ну если что роботу вызовем нам бы туда добраться доставь сканер сюда я пытаюсь я пытаюсь высота идет вверх но медленно медленно черт возьми топливо кончается гораздо быстрее 2 километра так тормозимся тормозимся говорю стоять стоять там сейчас стенку пилюкаемся а нам не нужно стенку пилюкаться так 3000 но уже все уже мы побеждаем так заправки там нет ни хрена это опять пустыня так пустыне нам неплохо бы приземлиться на ровное а потом уже доехать так сказать пешочком потому что на склон я уже садился спасибо ощущение мерзопакостные лучше нам доехать на машине на колесиках 2 и 6 мы приземляемся ниже потому что на склон когда садишься долбишься движками просто в гору эту почем зря так 2 и 4 даже если я после этого угроблю корабль это все не так плохо так мы сели поехали выгружаться так не надо цепляться за монитор поехали потихонечку и стартовать на тоже с ровной поверхности будет но стартовать на пустом корабле сами понимаете легко хотя 2000 блин я могу до этой буровой не долететь но не буровой вот откуда я сейчас взлетел этот ливер море то я не полечу 55 километров и чертова этого доктора алина никуда не повезу но все равно уж все прощелкал мы его только даром возим так я чувствую нам надо развернуться и задним ходом к этой штуке подъехать ну вроде он довольно пристойно по земле ездит ничего не цепляет хотя я боюсь что он сейчас цепанет движками и я опять без движка окажусь в прошлый раз на такой посадке я два движка грохнул диагональных давай 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 поворачивай вот стоим да да или you или i you выгружаем меня засчитали вроде засчитали да да 62 тысячи денег дали так ну что получаем данные от сканера получаете данные от сканера так выезжаем на площадочку правнее чтобы взлететь без проблем и на 2000 мы должны сигануть обратно вот туда вот чуть левее за гору погнали отлично ты справился отлично я справился да мне теперь долететь честно говоря не шмякнувшись а где этот остров вот оттуда я летел да вот там где то мне не сюда давай в карьер хрен тебе может тебе не сюда мне сюда да 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 вон она нарисовалась площадочка 1,8 мы должны у нас должно получиться и следовательская платформа вот она 1,7 нормально я верю мы справимся так пошли вниз 1,7 нормально нормально укладываемся тут уже глисса до посадки ну вот ну что мы при деньгах замечу квест мы выполнили похоже стартовый этот ну по крайней мере нас никуда не гонит вот вот это то ли обучалка то ли квест у нас наконец закончился а доктор будет летать с нами пока мы новый груз гребешка не повезем на ту южную буровую но доктор уже продинамился по времени поэтому нам его совершенно не выгодно доставлять то есть пользы вообще никакой так развернемся 1,3 заряда мы можем себе это позволить а что нам дальше нужно дальше нам наверное нужно проапгрейдится мне кажется так да логично но апгрейды тут очень неоднозначные должен сказать таза тогда приземляйся да что б тебя, ты еще мимо платформы промахнись нормально но шанс у нас есть промахнуть мимо платформы и уехать вниз куда-нибудь с шасси 79 мы его немножко долбанули да кстати напомню вот так вот слева об эту стрелу, об что-нибудь такое, тут можно разнести двигатель просто в хлам. Задевал уже. Был печальный опыт. Надеюсь не задел. Прекрасно. Так, сюда. И вправо. И назад. И туда. Туда. Стоем бы. Стоем бы. Примагните. Все. Примагнитился. Так. Тут есть образцы подводной флоры за 6200. Так, тут есть заправочка. В первую очередь. Не сюда ему. Вот дятел-то. Мне может тоже не сюда. Я же ничего не говорю. Так. Образцы подводной флоры. Давайте вот так. Образцы подводной флоры за 6200. Куда мы можем это дело спихнуть? Необходимые. Но им подводная флора не нужна. Этим тоже. Линзы им нужны. А вот сюда образцы подводной флоры? Не, нихрена. Им тоже этого не надо. А, кстати, вот тут что-то дают. Смотрите. Вот так вот сделаем. Батарея. Гирокомпенсатор дремного отсека. Крепежи. Двигатели с форсированной подачей. А у меня просто там двигатели, по-моему, какие-то продвинутые повышенные. Можете что-то такое? Образцы подводной флоры. Берут за 14. Это на каргалайнере. Я бы за гребешком не гнулся опять. Биосублимат. Вот каргалайнер интересно. И смотри, сколько там всякого. Двигатели Эва-2. Если мне не изменяет зрение, 100 тысяч стоит. Это какие-то фееричные двигатели. Захваты, батареи подвесные, крыло Титан-М. Облегченное шасси со скандиевыми натяжителями. Шасси быстрого раскрытия. Короче, я думаю, вот сюда очень хорошо было бы. И смотрите, образцы морской флоры. Там по 14. Так, ты отцепись. Отцепись, говорю. Каргалайнер. 80. А немножко на грани, да? Потому что я вез на 120. А что-то она такая зеленая. Максимальная расстояние 36 тысяч. Это в режиме вертолета. Так. А тут за 6. Ну так, 6 тысяч. Не очень, но мне кажется, можно. Можно, можно, можно. Давайте, берем образцы морской флоры. 7500 у нее, да. Ну, черт. Ее, может, и не сюда. Берем. Я могу 13500 поднять. Я не знаю, в каком режиме я это могу, на самом деле. Потому что только что мы с 9500 пытались это дело утащить. И у нас как-то не очень получалось. Ну ладно, мы загрузим все так для памяти. Втянули. 7500, 13500. Вроде как половина загрузки. Но тяжело. Ну что ж, как-то вот оно так. А на этом мы серию заканчиваем. Всего хорошего. И до новых встреч.